870-летие Звенигорода Гостей фестиваля ожидает насыщенная и разнообразная программа – конное шоу, анимация, мастер-классы, ресталища. Но кульминацией станет спектакль «Звенигородские хроники». Над его созданием несколько месяцев трудились выдающиеся артисты, хореографы и декораторы. Создавали специально для Савина Сарожевского фестиваля. Завесу тайны приоткрыли в ходе пресс-конференции. Этот спектакль мы с Ильей давно думали об этом. О чем сосредоточить нашу прозу, которая перейдет в пьесу? Конечно, это проблема памяти. И очень важна проблема веры и знания. Интерес к фестивалю проявили не только звенигородцы, но и жители других городов. Это отличная возможность рассказать туристам про один из старейших городов Подмосковья. Сам фестиваль подразумевает, что будет у нас большой туристический поток. Мы готовы к этому, и инфраструктура у нас готова непосредственно в городе. Мы делаем какие-то логистические транспортные потоки и большую рекламную кампанию провели. Из Москвы в Звенигород можно доехать на общественном транспорте. В самом городе в дни фестиваля будет курсировать бесплатный шаттл, который довезет всех желающих от квартала Маяковского до места проведения торжества. Одна из главных целей – пробудить интерес к истории у молодого поколения. Я думаю, что мы все-таки ребенка отвлечем на эти прекрасные образы и пробудим интерес. Даже если пусть не во всех, но если это на кого-то отразится, спроецируется этот интерес и любовь к Звенигородской старине, то это будет уже большое достижение. Уже в первый день все электронные билеты на спектакль раскупили. Настолько люди ждут этого события. По словам самих жителей, Савин Острожевский духовно-просветительский культурный фестиваль станет новой страницей в истории Звенигорода. Эмилия Аркелянферит, Харидинов, телекомпания «Одинцова».